Спас как образ жизни. Всеукраинская федерация боевых искусств отметила день рождения. В этом году ей исполнилось 14 лет. Возле знаменитого запорожского дуба прошли показательные выступления воспитанников школы. Кроме того, пригласили к себе на праздник представителей боевых искусств других народов. За 14 лет удалось многое, говорят запорожские спасовцы. Ведь спас не только получил статус официального вида спорта, но и стал средоточием возрождения настоящих казацких традиций во всей Украине. Спас – это не только спорт, не только какое-то мистерство. Это уже громадский рух. Спасом занимается в Украине понад 5 тысяч детей сегодня, но всего за мало. И, конечно же, наша конная детская жигитовка. Это была наша мечта, вот мы ее осуществили сегодня на этом празднике. Стас Пилипенко – один из тех, кто выполняет трюки на лошадях. Кроме того, в свои 13 он уже владеет рукопашным боем на гайкой и саблей. К примеру, футбол – мяч и мяч. А тут и лошади, и сабли, и на гайкой. Мой сын – чемпион Украины. В этом году стал первый раз. Ему в этом году исполнится 13 лет. Те дети, которые сегодня находятся в Спасе – это дети, которые не будут подвержены влиянию улицы, которые вырастут настоящими людьми, настоящими бойцами. Помимо казацких боевых искусств, на празднике зрители могли увидеть реконструкцию боя воинов 13 века. Во время схватки боли не чувствуешь, заверяют современные витязи, даже когда топором по голове. Тяжело это передать так. Пока сам не попробуешь, нельзя передать какие ощущения. Адреналин присутствует. Но в принципе, в зависимости от типа доспеха, болевых ощущений нет. Премьера в Украине. На празднике Спас впервые в стране прошли показательные выступления грузинской национальной борьбы Чидаоба. Помимо закавказских борцов, на ковре сошлись и запорожские спортсмены, которые уже овладели приемами. Очень жесткая. В каком плане? Почти все приемы проводятся с отрывом противника от земли. И в Спасе, и в Чидаобе. Найголовнейшее – это духовность, повага до близких, повага до родных, повага до сопротивника. Если человек, допустим, даже нападает на тебя, ну приемом во время борьбы, и он проскользнулся, а этим никогда грузинский борец будем злоупотреблять не будет. Просто в открытую и честную борьбу. Какий такой дух лицарства присутся в всех этих элементах борьбы? Вперше на территории Украины была официально презентована грузинская национальная борьба Чидаоба. Сегодня 19 травня 2012 года. Сегодня действительно исторический факт. Все зрители, которые в этот день пришли к Запорожскому дубу, были впечатлены разнообразием выступлений. Представители власти тоже вдохновились увиденным и обещали содействие в развитии Федерации Спас. Вся красота нашего народа, вся отображается именно здесь. Это мне очень приятно. Детки выступают, смелые такие, и на стекло ложатся. Я в таком восхищении и восторге от этого духа казачества, духа патриотизма, который здесь вот витает. Мне это приятно, мне это понятно. Оно духовно близко. И я считаю, что вот такие мероприятия нужно обязательно поддерживать. И планы у нас достаточно большие совместные, чтобы устроить центр боевых казацких искусств. У Спаса вообще большое будущее. Это показывают наши международные отношения. Я верю, что Спас будет международным. Створить в любовь, не руйнующий. И вот это основа Спаса. Потому что Спас – традиция, звичай, снятие противоречий будь-яких на позитив. В честь годовщины Спаса воспитанники школ получили награды. Кроме того, всех участников праздника ждал вкусный казацкий кулиш.